Я предоставляю слово Борису Сергеевичу Миронову. Сегодня власть разыгрывает перед нами грандиозный спектакль под названием «За честные выборы». Они сначала сформировали колоду искрапленных кандидатов, а теперь говорят нам «Выбирайте, а мы будем честно считать голоса». Мы плевали на эти честные выборы, потому что они бесчестные с самого начала. Кого выбирать? Мы привыкли их уже называть, и это ложь, что это партия жуликов и воров. Во-первых, это не партия жуликов и воров, это племя жуликов и воров. И это не правда, что это жулики и воры, это убийцы русского народа. Что такое те же 17 миллиардов долларов, которые они за январь снова выкачали из России за границу? Это не построенные больницы. Это лишение России новых врачей. Это убийство народа России. И вот что такое Прохоровы, Путины и вся остальная кремлевская шобла. Давайте называть их своими венами. Это убийцы русского народа. Потому что за последние 20 лет этой власти с карты России исчезло 23 тысячи сел, деревень, поселков и городов. Вдумайтесь, за 20 лет 23 тысячи исчезнувших населенных пунктов. Мы привыкли с вами говорить о том, что каждый год мы теряем миллион с лишним населения. А что такое миллион? Это каждый год мы теряем такую республику, как Карелия. Такой город, как Краснодар. Или такую область, как Псковская область. Вы вдумайтесь, каждый год мы теряем республику Карелия. Или город Краснодар. Это все политика и результат этой власти. Это убийцы народа, которые сегодня говорят «Вы берите нас снова на новый срок». Нет. Они хотят честных выборов, а мы хотим честной власти, ответственной перед народом. Власти, которая бы отчитывалась перед народом и понимала, что народ ее вправе миловать или вешать. Сегодня очень важный день для России. Не потому, что это день защитников Отечества, а потому, что всем, кто присягал Родине с автоматом в руках на всю жизнь, в кровь и в плоть вошли строки нашей присяги. Не той ублюдочной, которую сегодня принимают в армии, где на первом месте стоит защита конституционного строя, той, которую мы присягали. До последнего дыхания, это было на первом месте в нашей присяге, до последнего дыхания быть верным своему народу. Вот пусть Кремль, который недалеко от нас, слышит эти строки. Быть до последнего дыхания верным своему народу. Почему? Потому что ни они сами, ни эти Путины, Медведи, мы и вся эта кремлевская шваль не способны быть преданными своему народу, русскому народу. А мы готовы быть верными своей присяге. До последнего дыхания быть верным своему народу. Пусть слышат и затрагнутся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!